Всем привет, это Михаил Веган. Добро пожаловать на мое поле. Здесь я готовлю очень вкусную, даже иногда полезную пищу. Сегодня попытаюсь приготовить аджаб сандалии, аджаб сандал. Неважно как, главное, чтобы было вкусно. А вы как считаете? Но для начала надо посмотреть очень коротенькую, но очень интересную мелодичную рекламку. Это вам не молоко. Это растительный продукт, источник пищевых волокон. Это вам не молоко. Обратимся к всезнающему интернет-ресурсу википедия. Аджаб сандалии или аджаб сандал это блюдо кавказской. В скобочках это может быть грузинская, абхазская, азербайджанская или армянская кухня. По-разному немного может звучать название этого блюда. Очень интересная этимология этого названия. Вам интересно? Мне очень интересно. В переводе с тюркских на речи означает какая ты восхитительная, но это не точно. Поэтому давайте попробую приготовить это восхитительное блюдо. Сделаем это так, что потом можно было им восхищаться, когда будем кушать. Погнали! Также, согласно википедии, мы узнаем о том, что есть обязательные ингредиенты в этом блюде, а также есть различные вариации. Итак, смотрите. Нам просто необходимы сладкие болгарские перцы, томаты, лучше всего сладенькие тоже, репчатый лук. У меня красный, можно просто беленький. Без баклажанов нам тоже не обойтись. Вот эти вот фиолетовые красавцы. И нам потребуется чеснок, кинза, возможно базилик. А теперь, минуточку внимания. Есть рецепты, встречаются, попадаются на просторах интернетах, где люди используют картофель для сытости также. Вы можете сделать и никто о вас плохого ничего не скажет. Можете перепутать ингредиенты или накосячить. Можете свое что-то придумать, как угодно это назовите. Главное, чтобы вам нравилось. Именно такими принципами я руководствуюсь приготовлением всех этих блюд, если их так можно назвать. Погнали готовить аджабсандал. Здесь, кстати, масло у меня нагрелось уже. Пора бы уж что-нибудь нарезать и пожарить. Что мне нравится в нарезке овощей для приготовления блюда аджабсандал, это то, что их не нужно резать меленько. То есть довольно крупные части овощей вполне себе подойдут для приготовления этого блюда. Вот оно, половиночками. Смотрю, так беспардонно просто лук кромсаю. Раз. Видишь, не получается у меня. Видишь, как масло шипит. Я боюсь туда лук кидать. Мне кажется, оно выскочит на меня. Нельзя ждать ни минуты. Нарезаем что-нибудь еще. Что еще? Перцы? Нет, баклажаны. Добавлю еще температуру, закрою здесь в гриле под крышкой баклажан вместе с луком, а пока нарежу перчик. У меня здесь это обычный перчик ласточка. Просто есть те, что покраснее, те, что вот серединка неопределившейся, то ли зеленый, то ли красный. В общем, нарежу его. Помимо различных рецептов, различных вариантов, которые вы можете найти в интернете, попробуйте сходить в какое-нибудь грузинское кафе или ресторан, и попробуйте, как там готовят. Я был в нескольких и пробовал различные варианты приготовления этого блюда. Они кардинально между собой отличались. И мне очень понравился тот, в котором присутствует очень много томата, томатного сока, этой жидкости, когда это получается не как более сухой салат, а что-то среднее между рагу, но при этом очень сочное. Поэтому здесь при готовлении моего варианта я буду использовать не только нарезанные помидорки, но еще добавлю резаные томаты. Ума, ты можешь... Она лизнула, бля, она лизнула объектив. Ума, пожалуйста, не лезь. Умка, нельзя, нельзя, ну пожалуйста, не облизывай оператора. Короче, будем помидоры резать, там если что-то еще видно в этом объективе, заляпано. Вы спросите, зачем добавлять такие томаты? На мой вкус они более сладкие, они более спелые. Те, которые здесь делают, вот в Португалии собирают, режут их, такие баночки упаковывают. Если вы могли заметить, здесь у нас сейчас осень настала. И вот эти тепличные помидорки, они как стеклянные. Они вот форму имеют, вкуса и аромата зачастую, к сожалению, нет. Если будем готовить такое блюдо летом, то, скорее всего, можно воспользоваться какими-то сезонными томатами, которые сладкие, бархатистые, очень вкусные. И у них вкус насыщенный, настоящий. Если нет, я предпочитаю усилить теми летними томатами, которые собирают, ну вот и специально режут такие упаковки. Можете делать на свой вкус, как вам это больше нравится. Я сейчас все добавил сюда. Теперь это перемешиваю и минут 5 это пусть вместе поприготовится. Здесь уже под закрытой крышкой у меня здесь на гриле. А я пока нарежу зелень и чеснок. Добавим соли. Здесь по собственному вкусу ориентируюсь. Также я хочу добавить немного черного перца. Можно добавить и острый, жгучий. Это опционально. И сюда зелень с чесноком. КОНЕЦ ЧИЛИБОН Есть такое слово. Очень вкусно. Красиво, точно. Пахнет бешено. Кинза, укроп и чеснок. В конце они, конечно... Укусим. Какая же ты все-таки прекрасная аджаб сандалика. Короче, блюдо очень вкусное. Простейшее. И, может быть, даже полезное. столько овощей, и готовится это быстро. Но краски, офигеть, я чего даже не ожидал. Сейчас попался кусочек баклажана, помидора и перца одновременно. Я такой вау! Не хотел так сказать, но так сказал, потому что очень вкусно получилось. Ух ты! Прям здорово! Я, наверное, сейчас буду это все очень некрасиво и быстро кушать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Это был Михаил Веган. Всем до новых встреч. Пока! Go vegan, разумеется! Переходить на веганство. А я тебя тоже угощу. Шутка. Обманул.